Приветствую, друзья! У компании Wiser это уже второй мобильный ЦАП, однако на этот раз у них получилось нечто действительно стоящее. Базируется D1 на чипе ESS последнего поколения, поддерживает все самые распространенные PCM и DSD форматы, умеет работать с гарнитурой, очень бережно расходует батарею, а на выходе способен показать до 70 мВт на 32 Ома нагрузки. Есть у него, конечно, и мелкие недочеты, но за то, как он звучит, я лично готов простить ему многое. Собственно, друзья, поехали! Пришел аппарат в небольшой такой картонной коробке с изображением самого ЦАПа, логотипом пройденной Hi-Res Audio сертификации и подробным перечнем характеристик с обратной стороны. В комплекте находим только инструкцию по эксплуатации и переходник с Type-C на стандартный USB разъем. Корпус у ЦАПа металлический с кучей различной информации. На передней и задней части единственным выходом на 3,5 мм, двумя кнопками регулировки громкости, они же переключают композиции вперед-назад, и небольшим светодиодом, отвечающим за индикацию текущего потока. Причем громкость здесь не системная, а вот своя внутренняя. Ну а в качестве минуса можно отметить лишь несъемную конструкцию Type-C кабеля. Хотя люди уже сколько лет гоняют iBus аналогичной же конструкции и, как говорится, горе не знают. Зато потребляет девайс просто сверхгуманно. На 5 вольт приходится всего 0,0054 ампера. Следовательно, за батарею можно вообще не беспокоиться. По мощности же мы имеем ровно 70 мВт на 32 ома нагрузки, чего вполне достаточно для большинства полноразмеров ом эдак до 70 и практически всех внутриканальных наушников. Из разрешений нам доступен PCM до 32 бит 384 кГц и нативный DSD до DSD 128. Декодирование МКА аппарат не поддерживает. Никакого нагрева за все время использования я здесь не заметил, шума в паузах тоже нет, а вот гарнитуру ЦАП поддерживает. Да и громкости тут с хорошим таким запасом. В среднем я слушал где-то на 20% из 100 возможных. С драйверами ситуация никак не изменилась, их просто нет. А значит Windows поддерживается лишь 10 и 11 версии и те без возможности задействовать ASIO интерфейс. Под Android и iOS ЦАП работает на всех приложениях и сервисах, включая высококачественный BitPerfect режим. Вот тут следует быть предельно осторожным, поскольку регулировка громкости в эксклюзивных режимах работает исключительно с кнопок на корпусе ЦАПа. А значит при первом включении будет очень громко. Однако каждый раз подгонять уровень под себя не придется, аппарат запоминает текущее значение даже при переходе с какого-то одного источника на другой источник. Все измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц на ЦП Evanda Cosmos. И хотя высокой точности мне добиться не удалось, в силу недостаточного вольтажа на выходе все пункты получили оценку отлично. АЧХ, как видим, здесь просто идеальная. Шумовая полка минус 150 дБ, хороший динамический диапазон. Интермодуляционные искажения на уровне минус 108 дБ, а гармонические минус 105 дБ. Последние в числовом эквиваленте составляют 0,9%. То есть все очень даже прилично. В плане звучания мне удалось сравнить Wiser D1 с первейшим из его конкурентов Highly Duck OutDirect Atom Mini. И несмотря на то, что с технической точки зрения Atom Mini очевидно впереди, конвертер ES9270 против ES9280. Реальное положение строго противоположное. К примеру, там, где Halidak рисует практически монолитные аудиальные картины, Wiser удается сильнее подчеркнуть динамику и вытащить чуть ли не в разы больше деталей. При этом общий характер у ЦАПов действительно схож, но в плане проработки, четкости и позиционирования инструментов, DA очевидным образом впереди. Так что если выбирать, то лично я отдам свой голос за новинку от Wiser. Ну а поскольку в моей коллекции неожиданно оказалась звезда прошлого года XDo Link первой ревизии, то настоящим расточительством было бы не воспользоваться моментом и не схлестнуть его с более современным DA1. Причем на этот раз оба ЦАПа оказались хороши как в динамике, так и в прорисовке нюансов. Но тут сыграл другой момент. Подача у героя обзора более нацелена на детализацию, отчего образы не кажутся такими округлыми как в Link, а скорее наоборот просто сверх реалистичные и точные. А отдельно подчеркну это, если сравнивать аппараты друг с другом. Стоит взять, например, XDo Link 2 Baldy, DJI-Fi TC44C или Moon River 2 и результат уже будет не в пользу героя обзора. Но то и не удивительно, в силу разной у них весовой категории. А вот для своего ценника Wiser, на мой взгляд, ну просто бесподобен. Скажу больше. По подаче герой обзора мне очень напомнил мою текущую стационарную связку ISAPA SMSL DO100 и усилителя для наушников HO100. А это уже не слабый такой уровень. В целом лично меня здесь подкупило объемное такое звучание с весьма реалистичными, практически живыми образами, приятным по глубине басом, отличной прорисовкой текстур и в меру быстрыми атаками. Шаблонов аппарат, конечно же, не рвет, но получить подобный звук за чуть больше 2000 рублей считаю, ну настоящая находка. По частотам, повторю, здесь довольно глубокий вкусный бас, прекрасная по выразительности, при этом очень детальная серединка и комфортные чуть теплые верха. Основной же упор сделан на балансе мелодичности и точности. В мобильном сегменте это, кстати, огромнейшая редкость. Производители в основном выбирают что-то одно и стараются выжать максимум из данного направления. То есть компании Wiser удалось сделать некоторый качественный скачок в направлении серьезного стационарного звучания. Впрочем, есть еще один важный нюанс. Если вы планируете подключать его к устройствам через уже устаревший разъем USB 2.0, то весь спектр возможностей девайса раскрыть не получится. Звук будет жирнее и мягче, чем в случае с USB 3.0. Кроме того, вы заметно потеряете в четкости и общей проработке материала. Так что, хотя ЦАП и весьма лоялен по отношению к питанию, характер звука на USB разных версий значительно отличается. В плане наушников он не очень придирчив. Подключал к нему и чисто динамический 7 Гц Этернал и гибридные GQ4U Pro с BGP Tank Character. Одним словом, друзья, получилось чудесно. Со стилистикой тоже полный порядок. Слушал в них довольно сложный в акустическом отношении джаз, рок, металл, разные этнические мотивы, интеллектуальную и родственную ей электронику. И везде получал исключительно положительные эмоции. Аппарату хватает и мелодичности, чтобы правильным образом подать, например, джаз или оркестровую музыку. И техничности, чтобы корректно отыграть металл или же какую-нибудь жесткую электронику. Итогом, Wiser D1 как представитель начального сегмента мобильных ЦАПов меня, откровенно говоря, удивил. Настолько круто в сегменте около 2000 рублей, по-моему вообще ничего не играет. Делал всевозможные сравнения, измерения, перепробовал кучу наушников и жанров и все, друзья, ну просто сказка. Да, более дорогие ЦАПы способны на большее, но если брать откровенный бюджет, то никаких конкурентов у D1 толком-то и нет. В техническом плане взяли кодекс самого последнего поколения, благодаря чему есть поддержка у нас здесь микрофона и гарнитурного блока. И главное, не стали гнаться за рекордами в мощности, из-за чего мы получили сразу и хорошее энергопотребление, и весьма достойный 70 мВт на выходе. То есть все сделано по уму и рассчитано на людей. По подаче же в D1 мы имеем некоторый такой баланс между объемным сочным звучанием и прекрасной прорисовкой нюансов. Что, как я уже говорил, приближает нас уже не к старшим мобильным, а к полновесным стационарным решениям. Ну а вспоминая его цену, остается только удивляться и в предвкушении потирать руки. Как для своей цены это чуть ли не лучшее решение на рынке. Вполне могу рекомендовать, инженеры реально постарались. А на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП Wiser D1. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.